День Святого Николая стал хорошим поводом для крымских и симферопольских властей посетить детей с особенностями развития. Подобные визиты для них, тем более с гостинцами и добрыми пожеланиями, всегда большая радость. Сергей Аксенов отправился к воспитанникам Симферопольской специальной школы-интерната номер 2. Дети подготовили для гостей концерт. Благодарность глава Крыма вручил ребятам стипендии и подарки, а также поздравил с праздником. Пожелал быть милосердными, добрыми и честными. Хочу сказать, конечно, спасибо трудовому коллективу, педагогам, которые с вами занимаются, вашим родителям, и вам, которые сегодня выступали и подарили нам прекрасные номера. На самом деле это стоило большого труда, то есть я видел, что все старались. Мало того, мы сегодня с вами встречаемся в день праздника, Дня Святого Николая. Мы помним, что Святой Николай поддерживает тех, кто оказывает сострадание, милосердие, кому свойственны такие чувства, кто совершает добрые дела, добрые поступки. Кроме добрых слов и подарков, Сергей Аксенов пообещал помочь в улучшении состояния школы-интерната, заасфальтировать пришкольную территорию и построить спортивную площадку. Поздравлением детей присоединился и Владимир Константинов. Председатель республиканского парламента посетил пациентов Республиканской детской клинической больницы в Симферополе. Спикер пожелал ребятам самого главного – здоровья и исполнения самых сокровенных желаний. Это преддверие Нового года, создание хорошего настроения для детей. Сегодня здесь, в детской больнице, это очень важно. Важно иметь надежду, надежду на выздоровление. Это важно родителям, нужно иметь терпение, верить в то, что обязательно, то зло, которое пришло к ним в их дом, что оно будет побеждено. Победить болезни, с которыми дети оказались в больницах, могут высококвалифицированные медики. У них есть все необходимые знания, навыки и оборудование, а вера маленьких пациентов в выздоровление будет хорошим подспорьем. Надежда нужна и другим детям. Они здоровы и не нуждаются в высококвалифицированном лечении, но они попали в сложную жизненную ситуацию. Некоторые из них большой семьей ютятся в крошечной квартире, о ком-то заботятся опекуны. Другие и вовсе остались без родных и близких. Таким детям больше других необходимо тепло и забота человеческой души. Подарить их постаралась глава Симферопольской администрации Наталья Маленко. Сегодня мы проводим большую акцию. Она называется «Мечты сбываются». Все знают, что святитель Николай помогает тем, кому трудно. Очень хочется, чтобы своими добрыми руками мы все научились помогать тем, кому так необходима помощь. Учитывая, что акция называется «Мечты сбываются», чиновникам и депутатам Симферополя пришлось ответственно подойти к выбору подарков. Специально для этого они позвонили каждому ребенку и узнали, что же он хочет получить от святого Николая. Довольными остались все. Не меньше радости получили и дети с ограниченными возможностями. Специально для них в Центр социального обслуживания Киевского района Симферополя прошел концерт. Больше всего их порадовали неприятные подарки, а внимание гостей, которые их навестили. Для них это очень важно, и поэтому мы стараемся всегда любые праздники, даже вне праздников, просто проводить концерты, приглашать. Очень много детей со школ приходит, они даже сами просят провести какие-то мероприятия, выступить, прийти, показать, что они умеют. Детям и взрослым очень интересно посмотреть. Проводить время с такими детьми очень важно, ведь им необходимо общение с людьми, социализация малышей и ребят с особенностями постарше – один из главных этапов реабилитации. Общаться с ними как можно больше стараются и представители власти, которые регулярно поздравляют воспитанников Центра с важными праздниками. В Светлый день Святого Николая детям пожелали крепкого здоровья и вручили сладкие подарки. Никита Егоров, Артур Чалый, Служба новостей и ТВ.